Глава Чувашии принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Одна из ключевых тем на повестке дня – бюджетная политика. Детали Михаил Игнатьев обсудил накануне с членами Кабинета Министров Республики. Какие дотации будут получать регионы в последующие три года? Эту тему члены правительства и главы субъектов обсуждают не в первый раз. Главный вопрос – отказаться или нет от модельного бюджета. Михаил Игнатьев среди тех, кто поддерживает эту инициативу, против выступают регионы-доноры. Регионы, те, которые имеют на самом деле углеводороды, вместе с скважиной, другие драгоценности, сегодня спорят очень сильно, отстаивая свои интересы, чтобы мы отошли вообще на территорию Российской Федерации от модельного бюджета. Наша позиция была, она остается, чтобы поддерживать модельный бюджет, это для сведений, для учета говорю, с учетом того, что при этом подходе Чувашская Республика выигрывала за последние два года и выигрывает. Люди, живущие на тех территориях или в тех субъектах, где нет на самом деле природных драгоценностей, они не виноваты, по сути дела. Чтобы нарастить бюджетный потенциал, в правительстве страны намерены передать регионам акцизы на нефтепродукты. Их предлагают направлять на ремонт дорог. Победный президент говорил, здесь сумма потихонечку, она в процентном отношении будет увеличиваться, и по компенсации выпадающих доходов, акцизы на алкоголь хотят передать, если сейчас на сегодня 50% от алкогольной продукции, от крепкой алкогольной продукции остается в регионах, эту сумму хотят довести, или этот удельный вес в процентном отношении хотят довести до 85%. Члены правительственной комиссии обсуждают и пролонгацию налога на прибыль, из которого и формируется фонд дотации. Сумма 1% она формирует дотационный фонд. Только на следующий год планируемый объем формирования дотационного фонда за счет налога на прибыль это 142 миллиарда рублей. Регионы, которые сегодня получают дотацию с федерального бюджета, они выигрывают от этого решения, и соответственно мы даже предлагаем принять аналогичное решение, бессрочное. На сегодняшний день обсуждается пролонгация этого решения с 2021 года до 2024 года. Но в любом случае для нас это выгодное решение, и мы от централизации данного налога только по прошлому году получили и текущему году более 2 миллиардов рублей. На повестке дня и передача полномочий Минздраву страны по закупке препаратов для пациентов с орфанными болезнями. На сегодняшний день достаточно серьезные расходы для региональных бюджетов только по нашей республике более 340 миллионов рублей. Соответственно федерация обсуждает возможность забирать 5 незалоги, самые дорогостоящие. Минздраву России сегодня нужно и нашему Минздраву более плотно работать. Именно мы заинтересованы, чтобы включили те заболевания, которые у нас имеются на территории республики. Окончательный ответ по передаче полномочий в федеральном ведомстве намерены дать в этом году. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.